Мировая элита сформировалась 350 лет назад в результате Вестфальского мира. 350 лет назад в Европе был заключен Вестфальский мир, который очень чётко разделил все европейские земли между узкой группой старых родов. Есть группа старых родов, которая 350 лет назад очень чётко поделила Европу на свои владения. У этих старых родов есть свои родовые земли. Они все завоеватели. Они формально, с юридической точки зрения, являются крупными землевладельцами в Европе, но при этом они являются крупными землевладельцами по всему миру. По родовому праву, по праву сильного. Я понял. Эти законники, эти по закону силы, я тебя слышал. В данном случае, вот этот момент, его надо очень чётко понимать. То есть, вот европейская земля, она поделена по закону. Вся остальная земля во всём мире, она поделена по праву сильного, по родовому праву. Все законы, которые действуют внутри России, вот эти все законы, которые действуют, они для людей, которые владеют землёй по родовому праву, по праву сильного, они вообще ничего не стоят. Понимаешь? Потому что сегодня этот закон есть, а завтра он не существует, завтра здесь уже вообще другие люди правят. Нет, ну я имею в виду, это понятно, типа того, что кто обеспечивает закон силы, тот его и пишет, блядь. Умница. Вот этот момент, его просто надо понимать. На чём базируется мировая элита, на чём базируется европейская аристократия? Они базируются на родовом праве, на праве сильного. Все законы, все правила игры, которые принимаются в мире, они принимаются для того, чтобы обеспечить этим людям власть, общемировую власть и влияние. И всё. По-моему, даже они же прописали в законах, что аристократия не подсудна. Аристократия прекрасно подсудна. Ну, она подсудна своим судом. Лорда судят только лорды. Понятно, что, блядь, свои головы сами отрежут. Именно так. Потому что я имею в виду, что в законе, даже в законе имею в виду прописано, что их судить нельзя. Ну, просто ледина в законе, я имею в виду, прописана, даже официально. Мы опять же, смотри, здесь надо очень чётко разделять. То есть, существуют европейские государства. В каждом государстве есть определённый свод законов. Он для кого существует? Он существует для простолюдинов, как ты правильно заметил. Лорды находятся... Это абсолютно отдельная надгосударственная надстройка. То есть, мы берём европейскую аристократию. Они живут, по сути, в Европе. Они являются надгосударственной надстройкой. Точно так же они абсолютно спокойно живут по всему миру. Занимаются какими-то своими делами. Они точно так же являются надгосударственной мировой надстройкой. Опять же, основная задача, которую они ставят перед собой, то есть, основная задача, которую ставит перед собой мировая элита, это в первую очередь предотвращать вырождение в своём кругу. То есть, они не занимаются непосредственно управлением. Им это нафиг не надо. Потому что всегда есть огромное количество желающих попасть в местечковые властные группировки и чем-то поуправлять. Таких людей всегда, я не знаю, ведрами черпай, никогда не исчерпаешь. Огромное количество вот этих активных, умных людей, которые хотят залезть во власть и, соответственно, каким-то образом реализоваться. Лично им предоставляется такая возможность. То есть, власть в любой стране, она всегда формируется в результате прямой конкуренции. Они не участвуют в этих процессах. Зачем? Аристократия, вот на протяжении последних 300 лет, да, то есть, вот её влияние видно явно. То есть, мы берём мировую политику, мировую экономику, соответственно, раз в 100 лет происходит смена технологического уклада, раз в 100 лет полностью, практически полностью заменяются местечковые властные группировки. Вот это вот системно организуется сверху, это видно. Соответственно, эти люди это делают. Но они это не делают своими руками, это надо понимать. Они просто запускают определённые системные процессы, в первую очередь финансовые, да, потому что у нас на протяжении 300 лет, вообще-то, как бы в мире существует единая финансовая система. Финансовые инструменты используются, вот используются юридические инструменты. У тебя каждые 100 лет происходит одно и то же, да, то есть полностью, практически полностью уничтожаются так называемые виртуальные деньги, то есть деньги, полученные от денег. А что тут непонятного? Представь себе мыльный пузырь, вот мыло, это деньги. Просто, представь себе, что-то реальность такая, ты эти мыльные пузыри лопаешь. Это не так работает, мое дорогое, это работает не так. Смотри, вот у тебя есть общая мировая экономика, она, соответственно, базируется на чём? Она базируется на финансовой массе, которая существует вот внутри вот этой вот мировой экономики. Есть определённый объём финансовой массы, который обеспечивает производство, да, потому что для производства нужны финансы. И, соответственно, обеспечивает покупательную способность. То есть производится какое-то определённое количество товаров и услуг, вот люди должны это потреблять. У них для этого должны быть деньги. Соответственно, вот эти деньги, они бегают вот так по кругу. Объём вот этой финансовой массы, он очень чётко ограничен покупательной способностью общемирового населения, да, то есть есть определённый предел. Вот, покупательная способность мировой экономики. Соответственно, вот всё производство, оно подстраивается под покупательную способность. Но существует виртуальная экономика. На данный момент в мире производственных мощностей в 70 раз больше, чем покупательная способность. Почему так произошло? По одной простой причине. В мире на данный момент накопилось огромное количество, просто огромное количество виртуальных денег. То есть это деньги, полученные от денег. То есть это доходы от каких-то вкладов. Ну да, ложишь 100 рублей, блядь, и через 5 лет у тебя забираешь 110 рублей. Умница. Суть заключается в том, что 90% виртуальных денег, вот, это деньги коррупционные. То есть вот этот момент, его надо очень чётко понимать. Потому что кто создаёт основную массу вот этих виртуальных денег? Основную массу виртуальных денег создают именно вот эти вот местечковые правящие группировки, которые тем или иным способом, используя административный ресурс, используя инсайт, наваривают огромное количество виртуальных денег. То есть большая часть виртуальных денег в современной мировой экономике принадлежит вот этим местечковым правящим группировкам. Практически все эти деньги коррупционные. Точно так же часть денег принадлежит обслуживающим персоналу, то есть людям из управляющего класса. Опять же, в 90% эти деньги коррупционные. А если мы берём такой параметр, как законный источник капитала, то практически все 100% вот этих виртуальных денег являются незаконными. То есть за 100 лет накопилось огромное количество дерьма, которое нужно просто смыть в анитаз. И раз в 100 лет вот эта мировая элита организует вот эти финансовые процессы. То есть организуется общемировой финансовый кризис, который мы сейчас уже наблюдаем. То есть вот он пошёл вот с этого коронавируса. Соответственно, у тебя мировая экономика разваливается, у тебя, соответственно, всё начинает рушиться, плюс к этому подключаются новые технологии. А это происходит очень просто. То есть вот у тебя, если ты берёшь планы Евросоюза, официально опубликованные, у них к 30-му году уже переход на водородную энергетику. Что это означает? Это означает, что уже через 5 лет вот эти вот наши компании, Роснефть, Газпром, они не просто банкроты. Они не просто банкроты. Они ещё в огромных долгах. Это как вот эти вот подковые, блядь, всё два, которые невостребованные стали, когда появились машины. Да, абсолютно правильно. То есть это вот та же самая система, которая была 100 лет назад. У людей были вложены деньги в конезаводы, ну вот это же вечно, в производство каких-нибудь карет, там, я не знаю, хомутов, сёдил и так далее. Ну это же вот, оно же востребовано каждый день. А потом хлоп, и выясняется то, что вот это всё никому не нужно, потому что всё поменялся, новый технологический уклад пришёл. Извините, но из нефти же изготавливают много продукции ещё, помимо бензина. У тебя сейчас полностью меняется материаловедение, да, то есть вот в ближайшее время на планете будет полностью меняться материаловедение. То есть другие материалы. Почему, например, отдали Забайкалье в аренду Китаю? По одной простой причине. В Забайкалье одно из трёх уникальных мировых месторождений, при том самое крупное мировое месторождение, где можно добывать титаны магний открытым способом. То есть вот сейчас китайцы там занимаются тем, что снимают верхний слой земли. Там очень много надо снять земли для того, чтобы добраться до вот этих вот залежек. После этого у тебя титаны магний становятся самыми массовыми металлами на планете. То есть вот титаны магний будут стоить дешевле, чем черняга. Смотри, аристократия, она ставит перед собой В общем, простые цели и задачи. То есть они хотят жить качественно лучше, качественно лучше, и желательно как можно дольше. Каким образом этого можно достичь? Как можно достичь вот этих вот задач? То есть вот как эти цели можно реализовать? Жить качественно лучше, и соответственно, как можно дольше. За счёт глупой мыши, которая заплатила за сыр в мышеловке. Попробуем мне объяснить свою логику. Я, блядь, всё пиздец. Как котик, нахуй, в угол, блядь. Ну как сказать, блядь, я даже не знаю, что сказать. Не нужны деньги. Тебе в своём магазине деньги нужны? Нет? А им-то с хуяли деньги нужны? Он не понимает просто. Блин, лучше объясни, я не хочу голову ломать. Ну смотри. Вот у тебя магазин. Это не магазин, это казино. Вот смотри, вот есть казино. Вот аристократия, они являются владельцем казино. Владелец. Вот они владеют казино. Вот в казино, блин, приходят вот эти вот игроки, они между собой играют. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. А они владельцы казино. Они всегда в плюсе. Даже если они там свои, как сказать, деньги проиграют, они свои проиграют. Всё равно придётся. Они не играют. Ты вообще слышал, о чём я говорил? Они не участвуют в управлении, они не участвуют в игре. Они осуществляют контроль. Они владельцы казино. Они устанавливают правила вот для этих игроков. Вот у тебя есть вот эти вот игроки, вот эти местечковые властные группировки. Они играют. Им интересно. Аристократия просто осуществляет контроль. Вот они установили правила, они осуществляют контроль, чтобы никто не жуличал. Они всегда в плюсе. Пример хороший. Тут, блядь, ясно, понятно, блядь. И возникает очень простой вопрос. Вот что бы ни происходило, да, то есть вот что бы ни происходило на планете Земля, они всегда в плюсе. Ради чего жить? Интересно, в чём? Только ради игры. Так играют-то эти люди, которые играют, а ты-то не участвуешь в игре, ты просто контролируешь ситуацию. Улучшать этот мир, что ли, я не знаю, что ещё лучше? Тебе только что ответили на твой вопрос. Вот чем занимается аристократия? Качественное улучшение жизни, в первую очередь своей, и, соответственно, продление жизни. В первую очередь своей. Как этого достичь? Прогресс технологии. Прогресс, технологии, наука. Нету других вариантов, понимаешь? У них в своём кругу очень жёсткая селекция, это надо понимать. Аристократический круг, он вовсе не однороден, вовсе не однороден. У них есть своя элита, которая принимает решения. Есть свой биомусор. Вот именно вот откровенный биомусор, который вот тусит на этом, ну, скажем так, является примером для прямого копирования, вот для этих, для местечковых властных группировок. Скакают на балах в плачах 16-го века. Вот, они там скачут на балах, там, охотой занимаются, ещё какой-то херни. Элиту не видно. Просто не видно, и всё. Но при этом воспитание у них у всех одинаковое. Армейская служба, в обязательном порядке, участие в боевых действиях. Эта, блядь, дрессировка с детства, она у тебя воспитывает как зверя, блядь. Именно как варварская, блядь, вот это именно чисто варварская система. Воспитывается воин, варвар. И самые сильные, самые умные в конечном итоге попадают вот в эту элитную группу, которая осуществляет контроль. Всегда нужны технологии. Да, то есть технологии по предотвращению вырождения, вот они выработаны именно европейской аристократией, вот этими старыми родами. Они базируются не только на внутреннем воспитании. Они базируются на том, что они встраивают в свою систему каких-то уникальных людей, которые, ну скажем так, им вообще без разницы откуда человек, если он в какой-то области достиг очень высоких высот, соответственно, является очень умным или очень сильным и так далее, то есть они абсолютно спокойно этих людей встраивают в свою систему. Через брак, через усыновление существует система свободных титулов. Ну, то есть круг открыт, он не закрытый. То есть смотри, если какой-нибудь обычный простолюдин добьется высоких успехов, станет каким-нибудь там, блядь, известным ученым в мире, блядь, там волевой, сильный и вся ерунда, его могут пригласить, блядь, дать ему титул, блядь, и в жены еще какую-нибудь аристократку. Его не могут, его пригласят, понимаешь? Ну, я понял, пригласят, а он там выбор уже сделает. Ну, в данном случае это его личный выбор. Власть, влияние, деньги – это всегда труд. Достижение каких-то высот, опять же, здесь надо понимать, да, то, что это не просто каких-то там вот просто умных людей встраивают в этот круг, нет. Тех людей, которые достигли каких-то вот запредельных результатов какой-то деятельности, да, то есть это человек, по сути, уже сумасшедший. Он сумасшедший, он ебанутый на всю голову, он упоротый, он отбитый, блядь. Это вот как раз вот именно из таких людей состоит элита аристократии, на всю голову отбитые, блядь. Сует заключается в том, что, еще раз тебе объясняю, есть вот эта мировая элита, аристократия, вот они держатели казино, то есть вот они держат это казино, соответственно, вот огромное количество людей, вот имеют возможность попасть вот в эти местечковые властные группировки, вот и потом сто лет происходит вот эта вот игра в казино, пока они не выродились и не деградировали. Потом их меняют и все. Ну, пока не пришли другие игроки и не ставили там буянить и провокачать в казино. У тебя игроки из воздуха не берутся, то есть в данном случае просто устраивается турнир. Уравниваются условия, блядь, вот это вот очень просто можно объяснить. Вот смотри, вот есть какая-то группа игроков, вот грубо говоря, вот казино, в казино играют люди, большое количество людей. Вот есть какая-то группа игроков, которые, вот эти вот местечковые правящие группировки, они обладают не просто большим количеством ресурсов, чем другие игроки, они обладают в десятки, в сотни раз большим количеством ресурсов, чем другие игроки. Поэтому их невозможно обыграть. Сидят вот люди за столом, за карточным, играют, предположим, в покер. Соответственно, вот у каждого на столе там по 10 тысяч фишек, а какой-нибудь человек, вот из которых принадлежит к правящей группировке, у него вместо 10 тысяч фишек 10 миллионов. Кто выиграет? Он их всех обыграет, а потом его выпотрошат, вот этого хорошего игрока. Он не хороший игрок, еще раз тебе объясняю. Он имеет просто запредельное количество ресурсов по сравнению с остальными. Вот у него 10 миллионов, а остальных по 10 тысяч. Он легко их обыгрывает. Он играть уже вообще не умеет, понимаешь? Единственное, что он умеет, это вот просто ставить аллайн. Рано или поздно я все равно их обыграю. Поэтому, что делают держатели казино раз в сто лет? Они делают очень простую вещь. А давай нахуй заберем вот у этих потомственных дебилов все фишки. И оставим всем по 10 тысяч. Красиво объяснил, понятненько. Вот. И в данном случае начинается уже игра на равных. Тот, кто выиграл, тот, соответственно, все эти деньги забирает, садится. И потом на протяжении 100 лет уже спокойно обыгрывает всех остальных. Для того, чтобы человечество развивалось, то есть не было вот такого вырождения и деградации, как сейчас, то сейчас мы с тобой живем уже все, в конечной стадии вырождения и деградации общества. Соответственно, раз в сто лет приходится вот эту вот игру начинать с нуля. То есть отбирать вот у этих потомственных дураков то огромное количество фишек, которые они накопили, и все. И вы являются сильнейшими. Не совсем корректно, они не обыгрывали, они отбирали у других игроков фишки. Согласен, согласен. То есть в данном случае вот твое уточнение принимается. Вот это действительно можно назвать отбиранием у других игроков фишки. То есть в данном случае уровень игры вообще не важен, он не имеет вообще никакого значения. Вот они просто по семейному ресурсу, по наследству отбирали у других игроков фишки. А раз в сто лет все равно все уравниваются. То есть всем дают одинаковый шанс играть. Кто выиграл, тот молодец.